Былое А нельзя с Александром Сергеевичем Поужинать в ян, заскочить хоть на четверть часа? А всё-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем Поужинать в ян, заскочить хоть на четверть часа? Я кланяюсь низ к познаниям мою безбрежному Разумный свой век, многоопытный век свой любят А все-таки жаль, что полмиры нам снятся по-прежнему И мы до сих пор все холопами числим себя А все-таки жаль, что полмиры нам снятся по-прежнему Ты серьезно можешь? Я не могу Хватит, Тань, секунду, потерпи Могу, пожалуйста Давай Правее Тань, ты знаешь, где право делаем? Вот так Ровно, Тань Я не могу, очень свет яркий Потерпи секунду Так, хорошо А божественный затыл пройдите просто Мне важно, какая разница Ты серьезно можешь? Могу, пожалуйста Давай Тань Травей Так, исполняем Ой Ну, давай, Тань Ну, хватит Идем вправо Митенька Танюшка Митя Танечка Что же это вышло? Чудовище борода Здравствуй, Танюшка Здравствуй, Танюшка Здравствуй, Танюшка Здравствуй, Танюшка Что же такое? Был человек Ну, давай, поздоровкаемся с тобой Давай Облабызаемся Облабызаемся Вот так Ну, как тут Ты полы помыла? Ты полы помыла? Полы нет Я не сама помыла Ну, зато окна законопати А что, холодно? Нет, ну, вам удобно будет Что тебе сказать? Тяжело Тяжело Кому? Тебе Что тебе тяжело? А чего? В этом доме Пушкин жил Пушкин с Вяземским дружил Горевал Лежал в постели Говорил, что он простыл Митя, вот Леша целыми днями говорит о Пушкинах Пушкина, Пушкина Ну, хватит, извините Что значилось? Митенька А ты с этим самым Пушкин С утра и до вечера Пошла Да Замечательно Стоп Стоп Так, покачивание Ломка Ломка, пошла Ломается, не выдерживает Стоп, не выдерживает Ломается, все Ложись, Леночка, все Уже легла Пушкин взял листочки Холера поползла Так Перестаньте хихикать, девочки Ну, согласились нам помогать Ну Так Встали, встали Холера Встала Холера Ну Пушкин пишет письма Он не может попасть в Петербург Невероятная тоска по Натали Вот Вот он пишет письмо И Возле него муза Она передает психологическое состояние Настроение Мысли поэта Поэтому Пластика такая ломкая Затяжная Оксана, Оксана Пластика более разнообразной должна быть Понимаешь И вот это верстовые столбы Сейчас будут передаваться письма Пушкина Оксана Студентка легкой промышленности Вот Да Муза Будущий архитектор Студентка шестого курса Да Пушкин Миша Уходит в армию Да Вот Муза Нет, Натали Да Это Оленька Музыкальное училище Велончель Вот Веером 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 работай Миша Вот Конечно Эта сцена вся Наверное В воображении Пушкина Нет Ты что, серьезно думаешь, что я здесь буду жить? А? Что? Тань, ты что? И ты серьезно думаешь, что я здесь спать буду? Я не понимаю, что ты говоришь Не понимаешь По-твоему, здесь можно жить Тань, Тань, остановись Что ты? Что с тобой? Не понимаю А по-твоему, это нормально Что мы приехали, вот мы будем жить в таких условиях Как мы тут будем мыться Как это все? Клопы, тараканы Да что это? Как ты себе это представляешь? Я на улицу в туалет буду бегать, да? Что с тобой? Что ты говоришь? И кому ты говоришь? Не понимаешь Не понимаешь Что с тобой, Тань? Что со мной, ты не понимаешь? Не понимаешь Не понимаешь Не понимаешь Не понимаешь Ох, дура Ну, ромка, как я тебя купил Да, артистка Ну, поверил Я тебе подыграл Скажите, меня принимают Родюшка, и плотник, и маляр, и директор Все в одном лице Деньги дают? Да деньги-то есть, людей не хватает Вот дом надо восстанавливать Здесь, кстати, церковь стояла К кому ты когда-то обращался? В обком и другие инстанции Что об ком помогает? Ну, давай серьезно с тобой поговорим обо всем Что тебе хотелось Давай Митя, ну что ты вовсе время слушаешь? У тебя уже сидена, братья Ты у нас уже старин А у меня завтра пройдет А я в обкоме Ах, как В обкоме В обкоме Вот люди разговариваются Вот если встречусь, я поговорю Получается У тебя получается, а у меня не очень Давай мы лучше тебя ждем Обсудим, что тебе хотелось бы Ну ладно Ну что ты Ты меня слушай Ну не слушай Ну не слушай Приходи 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 Приду Приду Мы с тобой договорились Замечательно, посмотришь, как мы устроим Кроме яичницы, ничего не может Яичницу Я с удовольствием Ну ладно Ну хорошо, хорошо Давай Мы с тобой встретимся, посидим Обсудим Все напишем Обозгуем А с ними Мы договорились Хорошо Ну Пушкин-то Это всенародное, может быть, всемирное явление И сюда надо вложить, конечно, труд Деньги и труд Тут люди Замечательно трудятся Самоотверженно Но, понимаете, три уборщицы На весь этот парк Это мало Тут Михайловское же сделали По-настоящему А можно здесь сделать Построить Во-первых, гостиницу Какие-то Дороги провести Фестивали здесь можно делать Пушкинские Чтения Спектакли Мекка Это литературная мекка Болдина Это Целый период творчества Пушкина Где вот для нас, для ученых Хватает проблем На каждое заседание Ну, а, конечно, если говорить о чисто таких Ботовых, хозяйственных Ну, хотелось бы, чтобы были здесь Хорошие дороги Подъездные Гостиницы хорошие Но это Я повторяю, что это вот для нас Не самое главное Для нас Для всех Усадьба открыта В 1925 году Открыть музей Было решено На крестьянском сходе В 1918 году Мальчик Кстати Толиственница посажена Самим Александром Сергеевичем В 1833 году Мальчик, вернись, пожалуйста Леша Иди сюда А? Что? Я давно хотела тебе сказать Что случилось? Знаете, такая история Че, Леха? Поцелуй меня А? 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 Я говорю, обстоятельства Которые окружает Сан Сергеевич В тот период Да, да, конечно Да, конечно Они определили во многом, конечно Вот эти Болдец Болдец Конечно Вы, наверное, сюда Обратите внимание Конечно Это и по сей день Насыщено тем климатом Который Конечно Вы меня сюда придадили Ничего Ничего Вы не напишите ничем Тань, переводи ты Да Ладно Ладно Чтобы он хоть что-то понял А то мы французские Месье Дардье Бонжур 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 Фото Бонжур Фото Бонжур 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 Толь Бонжур 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 У destined Бонжур Бонжур Прям full О, Господи, в чем дело? Простите, пожалуйста, я, извините, подслушал невольно ваш разговор. Судя по всему, вы пушкинист. Судя по всему, я журналист. А в чем дело? Да нет, просто вы говорили о Дантесе, и я... Да нет, все ясно, через 100 лет всегда все ясно. Может быть, вернемся к Дантесу? Молодой человек приезжает в Россию, встречает молодую красивую женщину. Влюбляется. Это нормально. Так, дальше. 23-летний Пушкин приезжает в Одессу, встречает молодую красивую женщину. Я имею в виду Воронцова. Влюбляется. И представьте такую ситуацию. Воронцов вызывает Пушкина на дуэль. Ну-ну. И Пушкин оказывается в ситуации Дантеса. Как тут, с нравственностью. Разве это не одно и то же? А донжуанский список его, конечно, читали. Читать-то читали, но не то вычитали. Ну-ну. Ну-ну. Леша, пойдем, а? Знаете, Вяземский очень сожалел о потере записок Байрона. Черт с ними, сказал Пушкин. И слава богу, что потеряли. Народ жадностью читает исповеди. Потому что подлости своей радуется. Унижение Высокого. Он мал, как мы. Он мерзок, как мы. Рятия. Да? Братцы. Он мал и мерзок, но не так, как вы. Иначе. Вы так думаете? Уверен. Тогда извините. Ну-ну. Вот вы какие. Золотая цепь надувная. Ну да, не жадничать. Ну ладно тебе, ну да. Она его за жадность полюбила. Он ей булочки не дал. Голодный был. Там песнь заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны. Там на заре прихлынут волны. На брег песчаный и пустой. И тридцать витязей прекрасных. Чередой из вод выходит ясных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ПЕСНЯ СОКОЛА РАХОТ ПЕСНЯ ШУХТ СОКОЛА КАШИН Малирушки-то на ночь! Малирушки-то на ночь! Платок! ПОДПИСЫВАЕТ Росенью ненастной В далеких дева шла в местах И тайный плод любви несчастной Держала в трепетных руках Все было тихо, лес и горы Все спало в сумрике ночном Она с вниманием взор водила Смотрела с ужасы сытым кругом И на невинные творенье Вздохнув, остановила их Ты спишь, дитя мое мученья Закон неправедный Ужасный страданью присуждает нас Пока лета не отогнали Беспечной юности твоей Спи, милый, горький печали Не тронут детство тихих дней Но вдруг заросшей осветила Вблизи ей хижину луна С волненьем сына ухватила И к ней приблизилась она Склонилась, тихо положила Младенца на порог чужой Со страхом очи отвратила И скрылась в тишине ночной Ой, спасибо вам Спасибо, Александр Васильевич Очень здорово, спасибо большое Что такое? Что такое? Ну... Высок Таня, что это такое? Ну, перестань, перестань Таня 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 Все это очень волнует Все это такое пушкинское И все ощущение, что он живой Сейчас из-за угла появится Что ему скажешь Как себя поведешь Нет, здесь я ничего не написал Но у меня перед отъездом Сюда какие-то родились строчки Мне хотелось Как-то это стихотворение Его замечательное «Храни меня мой талисман» Как-то применить к себе, что ли Нынешнему, сегодняшнему Чтобы это перекликалось как-то Я написал что-то такое Я потом понял, что я Просто повторяю его И, знаете, как всякое повторение Это, в общем, мало ценности имеет Но несколько строчек остались Вот я сейчас кое-что вспомню Такого типа оно было Не думал я, что жизнь поделена На ясный полдень и туман Пока еще не все потеряно Храни меня, мой талисман Иными пользуясь правами Позвольте повторить за вами Храни меня, мой талисман Вползает в наши души Вкратчиво То злая правда, то обман Пока еще не все утрачено Храни меня, мой талисман Иными пользуясь правами Я все же повторю за вами Храни меня, мой талисман Вот такого типа А музыку еще не написали? А музыки нет, пока не получается А может, и не получится Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь Так воспитанием, слава Богу Нас немудрено блесну Они как бы во мне не вели Среди решительных и строгих Ученый малый, но петант Имел счастливый талант Тихо, Тихо, Тихо Что ты, что с тобой делаешь Без принуждения в разговоре Пошел сюда силу слегка И возбуждать улыбку Простите Извините, я с вами все время хожу Там на мостике я наболтал всякого Так что простите, если сможет По-моему, договорились достаточно Да, конечно, вы правы, конечно И фраза Пушкина замечательная Простите Ничего, ничего Пожалуйста Климов, Анатолий Евгеньевич Дмитриев, Алексей Петрович Можно, Анатолий? Хорошо Таня Очень приятно Ну, я пойду, не буду мешать Что, что? Вы нам не мешаете совсем А знаете, я вас где-то видела А я никак не могу вспомнить Правда, Леш? Я вас смогла по телевизору жить, нет? Перестань Леш, ну, правда, видела Таня! Таню! Пойди сюда! Митенька! Добрый мой приятель Анатолий? Да? Понимаете, Анатолий Валерий Александровича Блока Замечательно сказано Пушкина убило Вовсе не поля Дантеса Его убило Отсутствие воздуха Понимаете? Даже если бы Воронцов Вызвал Пушкина дуэль А не писал бы реляцию В Петербург Даже в этом случае Пушкин бы не мог оказаться В положении Дантеса Пушкина Пушкин, которого был Несколько дуэлей Никогда никого не убил И даже не ранил Как пронзительно сказала Ахматова Извини, что я все цитирую А что? А разве можно представить Такую картину В одной карете Везут смертельно раненого Дантеса В другой Совершенно здоровый Пушкин Невообразимо Да, интересно получается Да ну, пустяки Давайте вот что сделаем Я вам дам одну книгу Пушкин в 1936 году Замечательная книга Но с одним условием Буду очень признательно Вот что Я живу вон в доме У директора музея С забором Заходите в любое время Но с возвратом Хорошо Я зайду А теперь я пойду С вашего разрешения Столько здесь услышал Есть о чем подумать Ну, пустяки Спасибо Спасибо Да Гоголя Сыграть нельзя Гоголя Нельзя сыграть Пушкина Нельзя сыграть В иллюстративном фильме О котором ты говоришь Нет, вы сразу говорите В иллюстративном плохом А я говорю Билографический фильм Я говорю А просто человек Когда он еще не объявлен гением Когда он такой же, как и все Я непонятно, что ли Да просто человек О судьбе, о боли О радости Как играть гением Скажите Как мы можем Простые люди Играть гением Решаться Браться за это дело Гением не надо играть Надо играть человека Который стал гением В результате Я не знаю Для кого-то стал А мы уже знаем Ван Гог был гением Для своего поколения Легоген Не был Они в нищете умерли Вообще Ну и что А у них какая была богатая жизнь Правда же Да что ты меня убеждаешь Ты хочешь играть Я играть это не буду И ставить даже не буду Никогда Прогиня Я же тебя не вижу Ты играл Ты полагаешь, что находится тот человек Который может это делать А вот есть разница Между просто человеком и гением Вот есть разница Вот и все А жизнь Дантеса Убившего Александра Сергеевича Тоже ведь загадочна Его можно играть Да не знаю Дантеса фигура случайная А Пушкина Физь Пушкина Безусловно Нет, ну для того времени И для того времени тоже Пушкин был фигурой Определенной Совершенно для общества А Дантеса Явлены случайной Пришел элемент Интересный Да, конечно, интересный Не, ну тут Вы спрашиваете Можно ли сделать о нем фильм Вне Пушкина У меня сейчас родилась такая мысль Между прочим Да Не знаю, сколько она Возможно Если бы можно было бы Снять фильм Вот все эти события Посреди с Пушкиным Происходящие в квартире Дантеса То есть без Пушкина Без всякого Пушкина Булгаковский уход Не совсем Потому что Булгакова В квартире Пушкина происходит Это естественная реакция Огорчения, сожаления, скорби Нет, а вот в квартире убийцы И вообще вокруг Да, в квартире обывателя В квартире обывателя Который неожиданно стал убийцей И вдруг понял Что убил Кого-то там значимого для России Что-то происходит Какой-то большой шум Вокруг него происходит Ну не сразу понял вообще Не сразу, но что-то они чувствуют Что-то такое Не просто убил там чиновника А что-то такое произошло Вот это вот Вот через это Если снять Я не знаю Это отражено Все равно это будет Как непарадоксальная картина Про Пушкина Может быть они не ждали Этого бума Как Я не ожидал Да, не ожидал Они вообще этого не представляли И вдруг А ты знаешь Что-то книжку Цивиловской Рисунки Пушкина Знаю, конечно Есть такая в Саратове Есть такая в Саратове Люба Кроваль Ученица Оксмана Это совершенно поразительное создание Которое занимается рисунком Пушкина Кроме всего Один пушкинест говорит Что у нее в каждой работе открытия Но он ее не признает Потому что она мне доказатель Я говорю, как будто ты во всем доказатель Дай человеку пробиться К вам Они всем ей препятствуют И с большим трудом Мне удалось ее опубликовать В юности Одну работу Не Липтон Ну, здесь не очень-то просто пробиться Я помню, как однажды Зарубили мой очень плохой сценарий Ну, что говорят по приемке сценариев Это всем вам хорошо известно Я по себе знаю Зарубили не потому, что он плохой А просто потому, что Пушкин Там был изображен Не совсем по канону привычно Ну, он там в трусах Он купается Он пугает девку из-за кустов Понимаете, вот этот классик Замечательный, бронзовый И вдруг ему позволяют себе такие вещи Сморкается Ну, и, конечно, их это все шокировало И вызвало ужас Вот они все это зарубили Ну, если говорить честно То я им, конечно, очень признателен Потому что, независимо от мотивов Которыми они руководствовались Эээээээээ У меня пластинка одна Я ее здесь нашел Мы закрыли дурной сценарий, и я избежал позора. Она заедена, но я ее очень люблю. Свою седую голову. Послушай. Вообще, я должен сказать, что пушкинисты очаровательны в своей приверженности и идее. Им очень трудно бывает отказываться уже от приобретенных представлений. Кстати, возвращаясь снова к Любе Караваль, наукообразность достигла такого уровня. Ведь каждая свою версию имеет, и каждая свою трактовку, да? По поводу одного и того же рисунка. Каждый объясняет это по-своему. Кто это ображенный, почему это так появилось. Но настолько это искусно все делается, что я верю. Что я верю и тому, и другому, и третьему. Я всем верю. Мне не хватает знаний, естественно, специальных там, и все это. Но меня как-то каждый убеждает по-своему. Противоположно. Да, противоположно. Разрешите? И каждый из них очень убедитель. И каждый интересен. Вот что самое замечательное. На этом, может быть, и держится эта Пушкина Велина. Получается, это нормальное соревнование между учеными, между идеями. И потом кто-то одержит веру, в конце концов, истина обнаружится. Так бывает. Вы долго проработаете в Болнино? Не знаю. Собирались день-два, не больше. А что? Да нет, ничего. Я пришел за книжкой, кажется, не кстати. Да нет, нет, ничего. Не беспокоюсь. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и глядь, как раз умрем. На свете счастье... Вам сеть не скучно? Совсем нет. Что? Вовсе нет. Давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальних трудов и чистых нег. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok 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 Чего ты дрыхнешь на работе? Чего? Слушай, Митя, чувствуется разница между Танькой моей? Чувствуется. Ну, я серьезно. Она умнее тебя. Ну, завистник. Ну, серьезно, я спрашиваю. Нормально, ты же нас понимаешь. Природа, не понимаешь. Алло, Дмитрий Федорович, да? Товарищи, не жадничьи. Слушайте, вам же объяснили как. Ну, я не знаю, не знаю и думайте. Да. Тань, ты, что ли? Тань как? Тань, ты чего молчишь? Я вас слушаю. Алло! Дурак какой-то. А я думал, Таня. Кто, Таня? Подожди. Алло. Алло, Алексей Петрович, раконосец. Молодые люди, неудобно. Музей все-таки как-то. Раконосец. Идиоты какие-то. У тебя дом какой номер телефона? Один, два, три. Так. Точно, Танька. Ну, погоди. Ну, ваше благородие, госпожа Танюшка. Отчаяния Гудков. Гудков почему? Ну, не знаю, не знаю. Давай, вставай, вставай. Нечего здесь быстренько. Ты бежишь. Ну, нечего занимать служебный телефон. Мне должны позвонить. О, недобрый. А? Недобрый. Ну, пока, барин. Пока. 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 Ну, ну, перестань. Ну, перестань. Ну, что ты? Ну, господи. Поехать. Молодый. Ну, тут, господи. Ну, ну, на скорой без стола. Угу. Вот. Ну, нечего. Что, там? Нечего, там? Похалом. Ну, тут. Чего? Ну, ухал. Ну. Смертельный номер! Будем резать и есть с головы. Вперед! Со мной! Вперед! Ты че чужой дверь ломаешь? А где Танька? Там. Не понял. Тань! А че там? А че там? Как ты там? Давай! Таня! Дорогие мои родители! Папа и мама! Я вас очень люблю! Но изверьте! Я тоже люблю! А вы не разрешаете мне их заводить! Поэтому я уезжаю! Алексей Петрович, нам надо с вами объясниться! И буду там жить! Транпесы… Транпесы… О, нет, даже… Транпесы… 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 Мы сидели, разговаривали… Лёша, Лёшенька, я прошу тебя, Лёш, ну куда, куда, Алексей Тович, не надо, ну ладно, она не виновата, Лёша, ну ладно, вы же современный человек, я вам говорю, не виновата, она не виновата, она не виновата, со мной делайте все, что хотите, она не виновата, в руки, это все, что вы можете мне сказать, разное можно сказать, вы могли бы сказать, что любите ее, конечно, нам не нравится, еще вы могли бы сказать, что она любит вас, если бы вы это сказали, я бы взял свои вещи и ушел отсюда навсегда, Лёш, Лёш, но зачем, uninterсëплят? Ну, поскольку вы этого не сказали, то я отсюда никуда не уйду, конечно, разумеется, конечно, правильно, и вы отсюда не уйдете, то есть как, ну вы чё так, вы отсюда не уйдете, И ответите за свою подлость. Я нормально спредупреждал. Давайте поговорим. Молодец, малограмотную чушь. Кто? Хорошо. Давайте нормально поговорим. Чтобы произвести впечатление. Впечатление. Труднее жить достойно. Давайте просто... Труднее жить. Нормально поговорим. Я вас вызываю на дуэль. Я вызываю вас на дуэль. Какая дуэль? В какой веке ты живёте? Я тебя объясню. Спокойно. Без рук. Не надо. Я тоже могу. Примите мой вызов. Лёша, ты с ума сажу. Почему? Она права. Послушайте её. Руки! Пушкин был фигурой. Статный чудный волосы велись. Все мечты и сказки Саши наяву теперь были. Ой, Калина, ой-малина, наяву теперь были. Всем любимым и влюблённым я хотела бы сказать. Чтоб любовь была нежнее надо Пушкина читать. Ой, Калина, ой, Малина, надо Пушкина читать. Ой, Калина, ой, Малина, надо Пушкина читать Наша улица красива, ее Пушкин уважал И не раз дорогой пыльной он лучинник проезжал Ой, Калина, ой, Малина, он лучинник проезжал Ой, Калина, ой, Малина, он лучинник проезжал АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лёша, Лёша, Лёшенька, ты что-то принял? Лёша, что-то поглотил, а? Снотворное. Ой, Лёшенька, миленький, ну, миленький. Лёша, мой, 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 Лёшенька, что ты, что ты, Лёша? Ты что? Ты что, действительно, Лёша? Представь себе. Лёшенька. Ой, Лёша, 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 как же я. Ой, Лёша, вот тут. Ой, ой. Ой, ой. Ой. АПЛОДИСМЕНТЫ Понятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что, Митя? Испугался? А почему я должен пугаться? А что ты нервничаешь? Ты же не знал, зачем тебе ружье взял? Ну, я сейчас узнал. Ну и что? Леша, ты что, с ума сошел? А что тебе Таня сказала? Что ты убил какого-то человека. И все? Все. Я не просто убил его. Мы стреляли. Что ты сказал, Леша? Я не просто убил. Мы стрелялись. Была дуэль. Какая она? Кукай, кукай, тукая. Сперва он стрелял. Потом я. Подожди секунду. Ты хоть сам-то понимаешь, что ты говоришь? Понимаешь? Это же чушь. Просто чушь. Чушь не чушь. Ты спросил, я ответил. Лешка. Леша, я понимаю, Леша. Я все... Дуэль, понимаешь? Каким образом ты его бил? Там на дуэль или еще как-то? Понимаешь, убийство есть убийство. Какие-то ж причины были. А? Ты что, не можешь мне сказать? А? Леша. Леша. Ну? Не совсем же ты рехнулся, а? Слышь? Значит, рехнулся. В общем, тебе надо пойти и самому во всем признаться. Слышь? Так будет лучше, поверь мне. А? Лучше. Может быть, но не для меня. Нет, для тебя, понимаешь? И для тебя, и вообще. Себя имеешь в виду? Тебе? Понимаешь, я не могу врать. Если меня спросят, знал я или не знал, не смогу отрицать, даже если меня посадят. Понимаешь? А? Не посадят. Что? Что? Прости, я засыпаю. Черт знает что. Леша. Леша. А где это произошло, а? В лесу. В авране. Где? В Авраге. А вас кто-нибудь видел? Не знаю. Слушай, кто он такой-то вообще? Откуда он взялся, а? Кто он такой? Что это? Я его знаю. Я его видел. Какая разница? Извини, что так получилось. Леша. Ай, ты. Черт. Лешка, Лешка, ну. Леша, Леша, надо пойти во всем признаться, иди право, Леша. Леша, Леша, напрасно ты ему сказала. Ну, а твой друг? Не надо подвергать таким испытаниям друзей. Есть опасность потерять их-то. Ой, умоляю тебя, разреши мне пойти. Леша, это спасет тебя, Леша. Леша, Леша. На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает, и птичка летает. Фотограф щелкает, но вот что интересно. На фоне Пушкина птичка летает. На фоне Пушкина птичка летает. Мы будем счастливы, благодаря сынку. Пусть жизнь короткая проносится летает. На реки вечные все теперь в обнимку. На фоне Пушкина птичка летает. На фоне Пушкина птичка летает. Приятного сезоня. Света! А звёзды тем не менее, А звёзды тем не менее, Всё ближе, но всё так же холодны. Как часы затмения, Как часы затмения, Чтоб свету и земные видим сны. Субтитры сделал DimaTorzok Ты что-то сказала? Ты сама говорила, что он тебе противен. Как так все обернулось? Ничего не обернулось, Леша. Правда, не мучай меня. Я тебя мучаю. Я все-таки не понимаю. Умоляю тебя, Леша. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Это и обидно. Я не могу понять, что ты мог убить человека. А как по-твоему я должен был поступить? Написать на него жалобу? Или сделать, видишь, что ничего не вижу? Ты так себе представляешь? Так, да? Так, да? Да? Можешь спрятать это ружье, а? Лешенька. Лешенька, родной мой. Я до сих пор не могу понять, что произошло. Он пришел, сказал, что стучал. Принес книгу. Потом стал говорить о жизни, о страданиях. Что не может жить без меня. Я все понимала, слушала, как дура под гипнозом. Потом он бросился на меня. Я стала отбиваться. Тут пришел ты. Это я во все виновата. Это меня надо было убить, Леша. Ты что, спал? Спи, спи. Долго спал? Ну, сорок. Пойдем, я тебя вложу. Сам. Ну, ладно, я сам. Сам, я сказал. Ну, пойдем, пойдем, Ладно, конечно. Ну, не надо. Ну, хорошо, хорошо. Давай я тебе плачу, помогу. Хорошо, если я сказал, Саня. Ну, хорошо, Ладно, ладно. Иди, иди. Не надо, не надо. Все. Я помогу тебе. Хорошо, я сам, сам. Ложись, ложись, ложись. Так, так. Ну, сам, я сказал. Ну, сам, конечно, сам. Ну, все. Спи. Спи. А, ну, девятнадцать, а? У вас сапоги не промокают? Нет? Не промокают что-то. По-моему, девятнадцать было, а? Держите. Я вам уступаю право первого выстрела. Нет, жеребий выпал вам. Свидетелей у нас нет. Вызвал Асьяну. Я считаю первым. Должны стрелять вы. Да? Заряжены оба ствола? Оба. Вытащи один патрон. А то могу не удержаться, нажать второй раз. Да не нажмешь. Хоть ты и подлец. Ой, 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 ты на себя посмотри. Ты на себя посмотри. Ты же взрослый человек. А что же что устраиваешь? Сажи мне Пушкин. Теперь сходи здесь. Хладнокровно. Еще не цель, а два врага. Выдержите меня, а то умру сейчас со смеху. Ну, вот что. Стреляй, стреляй. Стреляй, стреляй. Тебе выпало. Вот давай и стреляй. Давай, 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 давай. Некогда мне с тобой тут. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Стреляй. 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 Стреляется? Так, ну-ну. Алексей Петрович, мы так не договаривались. К тому назад одно мгновение, всем сердце билось вдохновение. Вражда, надежда и любовь. Сейчас поможем. Ну ладно, дарю. Стреляется. 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 Вставай. Ну, давай, давай. Ну, давай, вставай. Вставай, вставай. Ну, нечего. Давай, поднимайся. Еродивый. Стой, подожди. Стой, стой. Ты чего голову морочишь, а? Ну, ладно. Зачем понадобилось, а? Зачем, а? Да, вот же целые патроны. Зачем? Владырь, сначала он, потом я. Была. Я стрелял, потом он. Какая дуэль, такая дуэль. Зачем? Какая? Что было? В общем, так. Я видел Таню, я ей все сказал. Ну, кто тебя просил? А что я должен был делать? Ну, зачем? А ты? Зачем ты это сделал? Не знаю. Ну, не знаю. Не знаю, какой, какой. Не знаю. Да. Зачем ты, скажем, НУ blockchain. Зачем ты? Зачем ты? Зачем ты не знала. У меня не знала. КОНЕЦ 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 Лёшенька, Любимый, дорогой, хороший, единственный, любимый, Лёшенька, дорогой, любимый, милый ты мой, хороший, единственное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok